Добрый вечер! Это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами», где мы говорим и показываем про наиболее интересные и значимые события в жизни университета, науки, образования, общественной среды за прошедшую неделю. Вот и сегодня будет много интересного. Смотрите сами. Если климатический май так и не стал, несмотря на все ожидания, наполненным тепла и солнца, то событийный май в самом прямом смысле переполнен огромным количеством событий и представляется очень непростым выбрать из этого числа значимое, что происходило в эти дни. А потому сделаем сегодня акцент преимущественно на том, что напрямую связано с Казанским университетом. Итак, начнем прямо с понедельника, 15 мая. В этот день в историческом зале музея Казанского университета прошло заседание ректората, на котором среди прочих значимых вопросов впервые широко и развернута была представлена работа относительно нового, но стратегически важного для КФУ подразделения университетской клиники «Казань». На ректорате главврач Альмир Абашев познакомил собравшихся с результатами работы за год, прошедшие с момента интеграции этой клиники в состав университета, в части переоснащения ее современным оборудованием и трансляции на практику новейших разработок и методик диагностики и лечения пациентов. Заседание ректората КФУ под представительством ректора Ильшата Гафурова прошло 15 мая в Музее истории КФУ. Первым со своим докладом выступил главный врач университетской клиники Альмир Абашев. Главврач клиники познакомил собравшихся с результатами, достигнутыми клиникой за год, прошедшей с интеграцией в состав университета, в части переоснащения ее современным оборудованием и трансляцией на практику новейших разработок и методик диагностики и лечения пациентов. Мы избрали для себя точки роста в тех местах, где уже существуют предварительные компетенции, и вот четыре основных направления определили для себя по этапам развития. Это сердечно-сосудистая система в рамках развития хирургических компетенций. В свою очередь ректор КФУ предложил создавать больше площадок для диалога врачей клиники и ученых институтов фундаментальной медицины и биологии, а также других институтов. Вопросы совместных научных исследований, Марат Рашидович, может быть, нам две-три лаборатории сделать по ППК, по типу Open Lab, то есть, чтобы часть там присутствовали сразу действующие, клинистыцы и часть наших ученых. Клиники также разделяют мнение ректора. Например, остро стоит вопрос инженерного и технологического обслуживания закупленного инновационного оборудования. Единица техники в больнице одна, и она вдруг останавливается по каким-то мелочным причинам, то есть, мы сразу откатываемся в каменный век. Например, ангиограф, это очень здорово, если бы у нас в числе технических работников наших, инженерных службы, то есть, были специалисты, которых обучили бы производители. Важным аспектом является то, что планируется начать базовую подготовку таких специалистов на уровне бакалавриата. Тему развития приоритетных направлений продолжил проректор по научной деятельности КФУ Денис Нургалиев. Его доклад был посвящен участию КФУ в конкурсном отборе проектов на предоставление субсидий в целях реализации федеральной целевой программы, исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 и 2020 годы. Среди претендентов на госсубсидии от КФУ оказались самые разнообразные амбициозные проекты, в том числе получившие определенную известность концепции робота-юриста и персонифицированного медицинского симулятора. Постоянно корректировке нуждаются профессиональные образовательные стандарты. Проблема соответствия компетенции современных работников растущему уровню научного и технологического прогресса, а также подготовки будущих кадров, удовлетворяющих этим требованиям, затронул в своем докладе проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. На нынешний момент разработано 960 профессиональных стандартов. Наука хотя бы включена с 2017 года в область профессиональной деятельности, образования и наука. Но при этом квалификационные требования для младшего научного сотрудника, для научного сотрудника и так далее, они не разработаны. Ректор КФУ призвал активнее пользоваться исключительным правом Федерального университета на внедрение и реализацию собственных стандартов образования и внедрение новых программ. А сейчас весьма интересная и значимая конференция, что прошла на минувшей неделе на базе Института экономики и управления финансов КФУ. Но прежде одна ремарка. Мы много говорим о значимости вопросов, связанных с качественной подготовкой управленцев разного уровня. И часто при этом подразумеваем, что эта проблема существует исключительно в России и в странах постсоветского пространства. Между тем, в сегодняшнем мире практически каждая страна в разных формах и по разным причинам испытывает сложности и даже кризис в определении верных подходов к тому, как готовить тех, кому можно без страха доверить управление государственными и муниципальными системами. Как раз о новых технологиях и новых подходах к политико-управленческим решениям правительств разных стран шла речь на 25-й международной конференции организации, ориентированной на проблемы государственного управления «Не спаси». И обсуждать непростые, деликатные вопросы госуправления собрались более 150 гостей из 35 стран мира. 18 мая в Казани открылась 25-я ежегодная конференция международной организации «Не спаси инновации управления в государственном секторе», работа которой продлится до 20 мая. В мероприятии принимают участие более 150 гостей из 35 стран мира, в частности, из Центральной и Восточной Европы, США, а также участок представителей ООН, Международной ассоциации школ и институтов государственного управления, Национального центра по вопросам Государственной гражданской службы Франции, Американского общества государственного управления. Вектора более 10 университетов стран Центральной и Восточной Европы. «Создают, с одной стороны, огромные возможности для совершенствования госуправления, с другой стороны, являются важным вызовом, потому что граждане сейчас, они овладели современными информационно-коммуникационными технологиями. Сегодня граждане хорошо информированы о решениях, которые принимаются в разных частях света, и могут сопоставлять решения конкретных госорганов». С торжественным словом в начале мероприятия выступил председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин и ректор Казанского федерального университета Ишат Гафуров. Привольте мне приветствовать вас от имени президента Республики Татарстан, парламента и правительства нашей республики, которое придает исключительно важное значение сегодняшней конференции и уверенно в глубоких дискуссиях по той тематике, которая была заявлена на сегодняшнюю конференцию. «Впервые организуемая в России сетью институтов и школ государственного управления в Центральной и Восточной Европе совместно со старейшим вузом Российской Федерации Казанским федеральным университетом». «Достаточно длительная работа с нашими коллегами Ассоциации Неспаси привела к тому, что юбилейная конференция проходит именно на площадке нашего университета. Это достаточно интересная конференция по одной простой причине, что все новшества, которые сегодня реализуются в европейских странах, других странах, представители которых находятся здесь, позволят транслировать программы по переподготовке госмуниципальных служб, да и в принципе транслировать на первичную подготовку наших студентов, которые видят дальнейшую работу в структурах государственной службы и муниципальной службы нашей страны». Одна из главных задач Неспаси – это развитие школ в сфере государственного управления, а также дальнейшее получение ими аккредитации по этим программам. «В России сейчас очень много ресурсов внедряется для повышения качества высшего образования, и это основная задача нашей организации, это организация школ». В рамках конференции запланировано обсуждение таких аспектов, как реформирование государственного регионального управления и местного самоуправления, межрегионального сотрудничества, реализация государственной политики, внедрение антитехнологий в процесс управления. Сокрытие конференции состоится 20 мая. Прямую трансляцию вы сможете посмотреть на официальном сайте Казанского федерального университета. В некоторой степени существенным, но весьма специфическим дополнением к конференции Неспаси стал большой сбор кадровых служб государственных структур, предприятий, организаций, обсуждавших проблемы коучинга в бизнесе и государственном управлении, что прошло на минувшей неделе в стенах высшей школы государственного муниципального управления КФУ. Сегодня уже мало какая серьезная компания, крупные бизнесмены и политики не пользуются услугами собственных коучеров, людей, помогающих ориентироваться в сложнейших хитросплетениях управления. О чем говорили на казанской площадке лучи коучера России, смотрите сами. Коучинг в бизнесе, государственном управлении и в жизни открыли для себя представители различных кадровых служб государственных структур, предприятий и организаций в высшей школе государственного и муниципального управления КФУ. На прошедшем тренинге участникам рассказали, как научиться и научить добиваться профессионального успеха. В отличие от любого другого мастер-класса, работа с коучингом сфокусирована на достижении четко определенных целей вместо общего развития. Главными спикерами данного мероприятия стали член Ассоциации ведущих преподавателей бизнесообразования МБА России Елена Селезнева и ассоциированный сертифицированный коуч Елена Челокиди. По словам приглашенных экспертов, потенциал человека не имеет границ, и знания основ коучинга способны помочь раскрыть новые возможности. Трудно спорить с тем, что каждый из нас знает о себе и своих трудностях гораздо лучше, чем любой консультант, и сам способен наилучшим образом и наиболее эффективно помочь себе. Знания основ коучинга способны помочь человеку активизировать его возможности и развить осознание. А сейчас традиционный для нашего информационно-аналитического шоу обзор из шоурума КФУ за неделю. Здесь в эти дни побывало целое созвездие известных спикеров, представлявших самые разные подходы и взгляды к развитию медиасистемы. Вот только один пример разности взглядов. Если Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», на вопрос о будущем печатных СМИ отвечал с некоторым оптимизмом, по крайней мере в отношении тех, что носят узкоспециализированный, если хотите, элитный формат, то его коллега, известный журналист и телеведущий Андрей Максимов, уже сегодня не видит никакой роли и места печатным медиа. А композитор и певец Дмитрий Маликов, в последние годы являющийся интернет-кумиром молодежи, и вовсе высказал сомнения в том, сохранится ли в ближайшие годы традиционное телевидение. Впрочем, я вам предлагаю через отбивку посмотреть фрагменты каждого из этих больших и содержательных мастер-классов, которые в одночасье разлетелись не только по КФУ, но и по просторам всемирной сети. Три дня тому назад мы приняли решение о создании третьей редакции «Эхо Москвы». Первая редакция – это радио, которое возникло 26 лет тому назад. Вторая редакция была создана 20 лет назад – это редакция сайта, интернет. И мы поняли, для того, чтобы работать в соцсетях, нам нужна третья редакция. Это первый вызов, в том числе этот вызов является экономическим. Экономическим надо брать деньги, нанимать людей, кто умеет работать в соцсетях, а как работает в соцсетях. И мы поняли, что мы начинаем отставать. Мы уже не успели. Вообще в России нет ни одного медиа, которая бы правильно работала в соцсетях. Никто не знает, что это такое. Это что, должно быть средство доставки информации? А те люди, которые работают в соцсетях, СММщики, это журналисты? Или это люди, которые просто там чего-то набирают, набор буков? Тоже непонятно. И буквально последние годы, полтора-два, я объездил очень много стран, встречался в разных редакциях крупнейших медиа. Говорят, как вы живете? Как живет газета «Вашингтон-Пост», такая солидная газета. Они мне говорят, что мы теперь на сайте в основном. Через 10 лет мы будем печатать 5 экземпляров «Вашингтон-Пост». Прошло 3 года, и все изменилось. Они наращивают газетную историю. Почему? Надо же понять. То же самое происходит во Франции. То же самое происходит в Италии. Ответа нет, сразу хочу сказать. Как правильно, не знаю. Но 3 дня тому назад, я главный редактор, принял решение. Мы будем делать отдельную редакцию отдельных журналистов, которые придумывают, как использовать соцсети для потребителей. Когда-то то же самое было с сайтом. Я вам могу сказать, что сайт «Эхо Москвы» был первый сайт традиционного медиа. Мы, конечно, возникли позже в Ленте.ру, но мы были первыми, которые поймали, что одним радио, одним совсем традиционным медиа не обойдешься. Я тогда еще не был главным редактором, я был директором информационной службы. И мне говорили, ты сошел с ума. Это твоя игрушка. Это назывался «Игрушка Венедиктова» сайт. Никакие традиционные... Как им? Мы радио, великое радио. Мы говорим в трубу. Нас слышит весь мир. На нас ссылаются мировые медиа. Какой сайт? Что, больной? И, собственно, с тремя-четырьмя коллегами, которые меня поддержали, на которых это тоже было «Игрушка и вызов», мы создали этот сайт. Это был, повторяю, первый сайт традиционный. Мы попали в волну. Я этим очень горжусь, гораздо больше, чем горжусь радио. И мы поняли, там нужны другие журналисты, потому что люди потребляют информацию с сайтов, даже традиционных медиа, не так, как они читают газеты, не так, как они смотрят телевизор, не так, как они слушают радио. Если по телевизору, скажем, условно говоря, в среднем, люди тогда, 20 лет назад, смотрели в день, ну, в Москве, скажу сразу, 3,5 часа, ну, фильмы, новости, да, спортивные матчи, то в интернете они смотрят это 40 минут. Потребление в 5 раз меньше. По скорости, по времени. Что с этим делать? Значит, должны делать другие журналисты. Значит, мало просто взять распечатку эфира и повесить на сайт. Не потребляется. Люди, то есть мы работаем для кого? Мы работаем для наших слушателей, читателей, зрителей. Мы же не работаем, там, я не знаю, на доброго дядя. В первую очередь, значит, мы продаем продукт. Как его оформить? Меняет ли он свой стиль? И вот сейчас мы стоим перед второй цифровой революцией. То есть мы ее уже пропустили, мы ее уже проспали. И единственное, пожалуй, в мире, кто успел ее оседлать, это такой проект, который называется «Босфит». Вы, наверное, знаете. Вот это первые. Они первые. Вот они первые сейчас. И сейчас уже надо бежать за ними вдогонку. Кстати, «Босфит Россия», «Босфит Раша», до прошлого года, знаете, сколько людей работало на этом? Потрясающе. Один. Сидел парень в Волгограде, получил лицензию от британского «Босфита» и создавал продукт. Один. Он журналист? Нет. Он переводил? Нет. Чего? Журналист, не журналист. Какая разница, как это назвать? И это главный вызов сегодняшнего дня. Что будет с нашей профессией и как вы будете называться через уже не пять, а два года? Рассказываю историю, как раз связанную с «Вашингтон-Постом». прошлым летом был, значит, «Вашингтон-Пост» купил человека, значит, она провалилась, убыточная, закрывалась, журналистов выгоняли, потеря рабочих мест, газета не покупалась, владельцы «Вашингтон-Поста» ее продали кому? Они продали ее человеку по фамилии Безос, кто знает, кто это? О, Безос, человек, который создал и придумал Амазон. Этот человек такой же, как Цукерберг, понимаете, да? Вот он придумал это все, и он покупает старую, вонючую, бумажную «Вашингтон-Пост». Хорошая репутация, он покупает репутацию, он покупает бренд. Дальше он вкладывает прежде всего в сайт, потом в соцсети в течение двух лет. В прошлом году единственное, не единственное, вру, еще «Нью-Йорк Тайм» стало это делать, но тем не менее одно из единственных, скажем, медиа, которое нанял 187 журналистов в году, это был «Вашингтон-Пост». Почему? Потому что тот, кого Безос называет журналистами, это СММчики. Это люди, которые в социальных сетях от имени «Вашингтон-Пост», используя логотип «Вашингтон-Пост», делают информацию, продукт, который потребляют миллионы людей. Не газету покупают, а твиты читают. Не газету покупают, не на сайт заходят, а в Фейсбук читают. Но это тот же самый «Вашингтон-Пост». И я там с ребятами разговаривал, они говорят, смотри, вот если мы пишем статью для газеты, мы ее пишем по правилам письменной журналистики. Есть некие правила? Я не знаю. Я в этом случае человек неграмотный. Наверное, есть правила, как писать статью. Я никогда не занимался этой историей до недавнего времени, поэтому... Но если мы, то есть не если мы, мы должны эту же статью поставить на сайт. Мы ее переписываем. Потому что сайт потребляется по-другому. Должны быть другие заголовки, должны быть другие абзацы, должны быть выделены слова, должны быть выносы. Потому что... Та же самая статья. Ее нельзя просто перепечатать на сайт. Там другое потребление, там другие люди. И поэтому, внимание, мы наняли людей с другими мозгами. Мы наняли людей с другими умениями. Это очень важно. Потому что журналист, который пишет статью в журнале, и журналист, который на эту же тему пишет статью на сайте, пока только на сайте, Сейчас пойдем дальше. Это другая история. Это другие умения, другие навыки. То есть профессия журналиста, даже пишущего статью, начинает, знаете, расслаиваться. Вы будете писать где? Журнал на бумагу или на сайт? Вы нам нужны, но что покажите, что вы умеете? А бумагу умеете так. А на сайт? А на сайт? А нет, это нам не пойдет. И сейчас третья история. Как вот эту статью, там не важно, о президенте Трампе, передать аудитории, которая потребляет Вашингтон пост через Фейсбук или через Твиттер или через Инстаграм. А это другие люди. Я журналист великий, я не могу писать Твиттер на эту тему. Я не знаю правил написания Твиттер. Я не знаю правил написания текста в Фейсбуке. Я не знаю, как правильно подписывать картинки в Инстаграм. Правильно имеется в виду профессионально. Что такое профессионально? Чтобы люди тебя потребляли. Ты создаешь продукт, ты должен его потреблять. И это главный вызов на сегодняшний день. Мы не знаем, где я буду набирать людей. Я не знаю. Я не знаю, какие у них должны быть навыки. Я знаю, что мне они нужны, что мне нужны люди. Те были нормальные, которые радио делают, чтобы были, они есть с двумя ногами, двумя руками. Те, кто делают интернет, у них должна быть большая голова, шесть рук. А ноги мне вообще не важны. Они же не бегают, они же сидят. А те, кто будут делать СММ, что у них? Рога, хвост. Я не знаю, какие должны быть навыки. Я должен сейчас смотреть, изучать рынок и смотреть, кто и как работает. Таких людей нет, мы их имен не знаем. Значит, я работодатель. А вы люди, которые на рынке, предложите мне? Расскажите мне, как это делать. Я не знаю. Вот так я буду набирать людей. Потому что нет этого в России. Мы проспали это. Нет этого в Штатах почти. Хотя это страна передовой страны. Но наши технологии, на самом деле, сейчас мало отличаются от штатовских технологий, от западных. Выровнено. Поэтому можно делать. Вы напишите что-то, это разлетается моментально. Вот это первая угроза, когда наша профессия расслаивается вот таким образом. Как бы появляются новые умения, новые профессии. Человек пишет твиттер. Вы что, назовете его журналистом, что ли? Ну, смешно. У кого есть твиттер? Ну, вы все журналисты. Понимаете, да? Например. Кто там сидит в фейсбуке или там в одноклассниках или вконтакте? Ну, ребят, ну вот все. Вот все, понимаете? Вот все. Теперь смотрите, это первый вызов, на который ответ есть, имея в виду, что надо двигаться. Надо крутить педали. Нельзя стоять. Отстанем. При этом мы видим, как начинает сокращаться аудитория и радио, и сайта, потому что люди уходят в соцсети. Я вам приведу пример по эху. Совершенно непозорный пример. У нас радиоаудитория по Москве, замерил. Радиоаудитория за 4 года потеряла 15% в абсолютных числах. Нас слушает в Москве сейчас порядка 700 тысяч каждый день в Москве, а слушало 820. Значит, 100 тысяч ушло. Куда? У нас сайт, который 4 года назад приблизительно 800 тысяч уникальных пользователей, каждый день, представляете, что такое уникальные пользователи, да? И 5 миллионов визитов в день, 5 миллионов кликов в день. Сейчас он у нас в среднем где-то 700 тысяч. То есть мы потеряли 15% и 3,5 миллиона кликов. Потери. Вроде да. Позор, кошмар главного редактора. А вот надо выгонять меня в смысле. Но на нашем Твиттере 1 миллион 200 тысяч подписчиков. 1 миллион 200 тысяч в Твиттере эхо Москвы. Часть из них, конечно же, перешла, да? Это вопрос отбора. Но другая часть точно пришла, потому что, ой, слушать радио невозможно. Да, кто же слушает сейчас радио? Ой, читать их сайт невозможно, эти расшифровки бесконечные там. Ой, это видео смотреть у них невозможно. 40 минут видео этого плохого, кто будет это смотреть? Никакой, если только вейлер там что-нибудь не кидает, там ничего не происходит. Я уже думаю о том, как делать, чтобы каждый раз кто-нибудь что-нибудь там, чечетку какую-нибудь станцевал. Но видео просто плохо. И вдруг Твиттер, о, быстренько, бум-бум-бум, о, а сюда перешли, бум-бум-бум, о, а сюда перешли. Бум-бум-бум, о, а здесь комментарии, бум-бум-бум. Это наша аудитория совместно расширилась. Но люди уходят туда. Они туда уходят, значит, мы им там не нужны, и надо сделать так, чтобы мы им здесь были нужны. Чтобы они не уходили на другой продукт. И это есть проблема. А как это делать? Я не помню, сколько у нас в Фейсбуке. 30, вообще, что такое 30 для Эхо Москвы? Тьфу ты, господи, боже мой. Но зато, когда тебе первый вице-премьер говорит, я вчера читал у тебя в Фейсбуке. Вот я не веду Фейсбук. Он говорит, когда он говорит, я читал у тебя, значит, на Эхо Москвы. Понимаете? То есть, это оказывается, что радио, трансформировавшееся в сайт, трансформирующаяся в соцсеть, осталось радиовлияние. Потому что Эхо Москвы – это радио. Ну, такое Эхо Москвы – радио, спросите. Что такое фрукт, это яблоко, понятно, да? Ну, а Эхо Москвы – радио. Значит, это вызов, это угроза. И каждый из вас, если уйдет в нашу профессию, в широком смысле слова, попадет в эти ключи. Вас будут нанимать на одно, а через два года вы будете не нужны с теми навыками. Поэтому надо думать сегодня о навыках, которые вам могут пригодиться завтра. Завтра будет поздно, потому что пока рынок такой непонятно какой, а потом придет 100 Венедиктов, начнет нанимать людей на работу журналистами. Значит, мне нужно 5 человек на радио, 7 человек на сайт и 12 человек в соцсети. Конкуренция. И об этом надо думать сегодня. Поэтому, если у вас есть, а у вас у всех есть, как я понимаю, аккаунты такие или сякие, мне кажется, что там нужно развивать не только личных котиков, но котиков с учетом профессиональной вашей. Такой котик, сякой котик, вот хвостик, вот ушки. Сложите котика. Есть ли будущее у печатных изданий? Нет. Почему? А почему они будут? Откуда оно возьмется? Есть очень большое будущее у радиожурналистики. Пока есть машины. У радиожурналистики, мне кажется, вообще будущее гораздо лучше, чем у всего остального, чем у телевизионной журналистики. Что касается телевизионной журналистики, я не знаю, но я знаю, что молодые люди вашего возраста, они предпочитают смотреть, работать с компьютером, а не с телевизором. У печатной журналистики будущего нет, потому что я не понимаю, а какой это, зачем? Зачем? Для чего читать газету? Даже сейчас. Газету можно читать в самолете, пока нет интернета. Будет интернет в самолете, тогда она там нет. Зачем? Мне кажется, что в общем нет. Причем нету очень скоро. Мне кажется, что печатная журналистика, она, собственно говоря, уже же увядает. Почему? Я не знаю, как в Татарстане, но в России я не помню, когда бы обсуждали статью в газете. Я не помню такой ситуации, чтобы люди говорят, ты читал вчера в «Известиях». Я не помню этого. Я видел по телевизору, да, опять эти придурки спорили, это говорят люди бесконечно. А что вы в газетах, я такого не помню. Если газета перестает влиять, значит она перестает влиять. Я работаю колумнистом российской газеты с большим удовольствием. Мне это все очень нравится. Я каждый месяц жду, что меня скажут, все, хватит, все, до свидания. Ну, я скажу, до свидания. Ну, это отчасти такой привет моему прошлому, потому что я же очень много работал в газетной журналистике. Мне интересно это делать. Но, в принципе, я не вижу места газетной журналистики даже сейчас. А уж там через 15-20 лет я не вижу этого места. То, что вы сказали, что как бы, ну, по-вашему, впервые почти, да, сходятся вот YouTube и официальное телевидение, да, вообще просто меняется способ доставки информации. Во-первых, мы, взрослые артисты, многие просто не заметили, как поменялось поколение. То есть это поколение очень резко и быстро поменялось, потому что вот вы еще пока очень все молодые, но когда становишься старше, то есть ты такой консервативный, кажется, что все так и будет. И потом ты там сочиняешь какие-то свои песни, у тебя свои поклонники. А потом вдруг раз, и меняется очень резко ситуация, и ты вдруг оказываешься, что у тебя, кроме твоей традиционной публики, особенно никого и нет. А молодежь уже, она в своих живет технологиях, в своих артистах, в своих кумирах и так далее. Вот. Мне просто лично не хочется становиться ретро-артистом, понимаете? Вот. Потому что, во-первых, я ему и так уже стал. То есть никуда ты этого не денешься. У меня в следующем году, 25 июня, будет 30 лет, как я впервые вышел на эстрадную сцену. 30 лет, представляете? Вот. Это приличный возраст. Вот. Хотя я просто рано начал еще, но тем не менее. Вот. И я просто... Мы говорили о спектакле. Я хочу, чтобы молодежь была открыта к миру. Я тоже хочу быть открытым к миру. Вот и все. Вот. Что касается конкретно Хованского, и что касается благосферы, то я вот хочу вам сказать, как... Это, в общем, профессиональный, на самом деле, разговор. Потому что для того, чтобы достичь успеха, даже в такой провокативной, жесткой, зачастую пошловатость среде, как благосфера, нужно все-таки обладать определенными способностями. Вот. И все эти люди, которые достигли 2-5-10 миллионов подписчиков, они не бесталанны. Вот. И в случае с Хованским я в очередной раз в этом убедился. Вот. Как получилось? Я в том же твиттере написал, что с кем бы мне фит замутить. Да? Вот. И люди... Ну, то есть, и от него, во-первых, первое и самое, что ли, конкретное предложение поступило. То есть, он, видимо, отнесся к этому серьезно. Он подумал. Вот, говорит, вот есть Маликов, надо с ним что-то сделать. Что можно сделать? Дальше он начал думать, там, мама, дочка, поколение, вопросы, что. То есть, он как бы придумал эту всю историю. Я просто... Потом он меня нашел, со мной поделился, и я тоже как бы на эту тему откликнулся. Мне тоже это стало интересно. Вот. Поэтому... Я единственное, что я сказал, Юр, ну, только если можно, без мата, потому что, ну, как бы я все-таки с детьми работаю. И, во-первых, во-вторых, есть какие-то вещи. Вот. И он говорит, да, да не вопрос. И поэтому он очень старался, он очень был уважительен. Он сам, так сказать, организовал все съемки в Санкт-Петербурге. Я просто был там на гастролях, и мы там за световой день сняли. Погода была там, я помню, этим солнечным весенним, мы под донтом сидим, холод собачий там. Вот. Ну, это даже прикольно. Вот. Поэтому вот сейчас я думаю, как двигаться дальше, куда двигаться дальше, с кем двигаться дальше. Потому что я понимаю, что я как автор, я могу написать красивую мелодию. Но, во-первых, какой должен быть текст, чтобы он вам понравился, да? Во-вторых, кто это должен сделать, я имею в виду с точки зрения производства, это достаточно большая и серьезная задача. Почему все старые артисты становятся, ну, как-то, скажем, вам неинтересным? Потому что они действуют, бьют по старым огородам. Вот они делают то, что они делали все это время. А нужно либо быть... Поп-музыка, она очень скоропортящийся продукт, понимаете? Она постоянно, постоянно в движении. Вот. Если ты классический исполнитель, если ты великий исполнитель классики, то ты можешь не обращать ни на что внимания, тебе ничего не нужно. Тебе нужно либо там рояль, либо скрипка, либо голос. И ты можешь всю жизнь, но для этого надо быть таким исполнителем. Вот. Я привык за эти годы, честно говоря, к тому, что я выпускал песни, и песни становились хитами. И когда в последнее время у меня это не очень стало получаться у самого, я начал смотреть по сторонам и анализировать, почему. Вот. И я понял, что надо просто... Просто нужно освежать команду, нужно освежать свое отношение, нужно идти в ногу со временем, да? Да, время жесткое. Такие, так сказать, романтичные мальчики, а-ля Дима Маликов в 90-х, они, так сказать, сейчас не очень востребованы. Сейчас лысые, со шрамами, это самое, в очках таких, да? Вот. Герои игр, так сказать, и так далее. Вот. Но, тем не менее, всегда есть какая-то ниша, да? А в чем эта ниша? Ниша – это ирония и самоирония. Вот и мой козырь, понимаете? В данном случае он сработал. И то, что я решился на это, на общение с Хованским, да, конечно, меня и кто-то в окружении, говорит, Дима, да кто это вообще? Что? Он матом ругается, он пиво все время пьет. Это самое, я говорю, спокойно, мы, так сказать, в процессе творческого общения. Вот. Вот, поэтому мы видим то, что мы видим. А вот дальше, действительно, я крепко призадумался, потому что нужно очень четко понимать, как эстрадный, как поп-исполнитель, в какую сторону двигаться. Потому что меряется все, к сожалению, в нашем случае успехом. А успех сегодня – это те же самые просмотры на Ютьюбе, да? И как будет складываться, вот вам, как журналистам, хочу сказать, выразить какие-то свои сомнения, как будет складываться судьба официального телевидения, официального радио через 3-5 лет? Будет ли оно существовать? В каком виде оно будет существовать, да? Это вопрос, потому что мир очень быстро меняется. Не зарастала в КФУ в минувшие дни и тропа многочисленных иностранных гостей. Вот, скажем, представители высшей научной организации Китайской Народной Республики знакомства с научными разработками Татарстана начали именно с Казанского университета. Гости так сказали, что были увиденным, просто приятно удивлены. Представителям высшей научной организации Китайской Народной Республики, которая является одним из ведущих центров фундаментальных исследований в области естественных наук, открылись двери крупнейшей российской кузницы кадров Казанского федерального университета. В программу визита китайских ученых в КФУ было включено знакомство с лабораториями ВУЗа и разработками университетских ученых. Гости ВУЗа рассматривают возможность сотрудничества с Казанским федеральным университетом. И на то есть ряд весомых причин. Мы заинтересованы в сотрудничестве, которое откроет для нас много новых возможностей. Такие, как реализация программ двойных дипломов, аспирантуры и так далее. Я думаю, что у нас все получится. Делегаты отметили важность и практическую значимость возможного сотрудничества КФУ с Академией наук Китайской Народной Республики. Несмотря на то, что Россия и Китай государства совершенно разные, но тем не менее все же являются многовековыми соседями. В своем развитии Россия и Китай сталкиваются с похожими научными задачами, совместное решение которых, на взгляд делегатов, будет намного эффективнее. Мы приятно удивлены уровнем исследовательских работ Казанского федерального университета, так как мы сами представляем Институт передовых технологий. Нам будет очень интересно сотрудничать с вами. Согласитесь, от подобного сотрудничества Казанский федеральный излечет много пользы. В течение дня делегаты посетили лаборатории нескольких институтов КФУ. Теперь китайская делегация планирует обсудить и обменяться мнениями по дальнейшему сотрудничеству и наметить новые направления научных исследований. И в завершении о мыслях и чувствах и приятного удивления и восхищения, что испытывают от университета и Казани обучающиеся здесь иностранные студенты. На сей раз магистрант высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ из Ирака подготовил свой сюжет из Казанского Кремля, где он воочию обнаружил символы толерантности, дружбы, мирного сосуществования народов и религий в Татарстане. Я прощаюсь с вами на этом ровно неделю. А вы смотрите сами о том, чем по праву дорожим мы и чем искренне восхищаются те, кто приезжает к нам в гости. Здравствуйте, я Дзей Дашти. Я иностранный студент из Ирака. Живу в Казани уже два года. Учусь на магистратуре в высшей школе журналистика Казанского федерального университета. Сегодня я хочу рассказать вам о любимом месте в Казани. Это Кремль. Казанский Кремль. Одно из самых старых мест столицы Татарстана. Это не просто музей-заповедник. Здесь находятся и административные здания. Но мы сегодня посмотрим на уникальные старинные постройки, исторические и архитектурные памятники тысячелетного города. В 2000 году Казанский Кремль был выключен в список всемирного культурного и природного наследия униска. Здесь есть даже специальный знак. Каждый год сюда приезжают около трех миллионов туристов. Казанский Кремль состоит из восьми башен. Самое главное – это Спасская башня. Построена она во второй половине 16 века. Мы через нее вышли на территорию музея. Как и во всех музеях-заповедниках, здесь очень много киосков для туристов. Здесь продаются сувениры с татарской символикой. Есть даже татарские халаты и головные уборы, тюбетики для мужчин и калфаки для женщин. Я с удивлением узнал, что в Казани есть своя песанская башня. Это подальшая башня Сюмбеке. Она наклонена почти на два метра. Башня названа в честь татарской царицы – Сюмбеке. И вокруг нее много красивых историй и легенд. Туристами рассказывают, что если прикоснуться к стене этой башни, то обязательно найдешь свою любовь. Казанский Кремль – это не только исторический символ города. Тут находится резиденция президента Татарстана. Здесь проводятся официальные встречи. Удивительно интересно, что в Казанском Кремле находятся рядом два святения – православная и мусульманская – как символ мирной жизни. Сейчас я стою у мечети Куль-Шариф. Мечет Куль-Шариф – главная дежума мечет Республики Татарстан и Казани. Внутри нее находится музей ислама. Но это работающая мечет. Здесь читают намазы и проповеди. По большим мусульманским праздникам в мечети собираются полтора тысяч человек. На площади перед ней могут разместиться еще десять тысяч мусульман. В нескольких метрах от самой большой мечети Татарстана стоит Благовещенский собор. Он один из самых старинных памятников архитектуры в Казанском Кремле. Он был построен в 16 веке. Сейчас в соборе находится уникальный музей православия Казани. Он открыт для туристов. Здесь собираются любители истории Казани. Но это не просто музей. В Благовещенском соборе по православным праздникам приходят службы для верующих. Казанский Кремль – это удивительное место. Из мечети звучит азан. А в соборе рядом колокола. То, что мы видим здесь, это совместная мирная жизнь христианам, мусульманам и другие религии. Это редкость в современном обществе. Если хочешь понять совместную мирную жизнь с точки зрения религии, тогда тебе надо посетить Казан.